Сиэтл, Джуна, Анкоридж, Ном, Фэрбэнкс и Денвер. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кис на новогодних праздниках совершил рабочую поездку в американские штаты Вашингтон и Аляска. Как рассказал на брифинге для журналистов сам генконсул, поездка проходила в интересах Дальнего Востока. Мы продолжаем искать способы снижения таких трений, напряженности между нашими странами. Также ищем способы сотрудничества там, где это возможно, там, где это сотрудничество служит нашим национальным интересам. Как привлечь американских туристов на Дальний Восток и вернуть в регион американский бизнес? Такая задача, рассказывает Майкл Кис, стояла перед ним в этой рабочей поездке. Он встречался с предпринимателями, представителями власти, от мэров до губернаторов, студентами. И даже случайно познакомился с бывшим волонтером Корпуса мира, который более 20 лет назад работал во Владивостоке. А в аэропорту города Побратима Владивостока Джуна Майкл Кис обнаружил целую выставку, посвященную нашему городу. Мне показали фотографии школьного автобуса, который золотодобытчики задраили, опустили в воду, водолаз вылазит, ищет золото. После этого водолаз залазит в школьный автобус и его поднимают. Как и 20 лет назад, рассказал на брифинге Майкл Кис, для российских студентов на Аляске существуют преференции по оплате учебы в высших учебных заведениях этого северного региона. Только наши студенты могут платить за учебу ту же цену, что и студенты из Америки. Ни для одной из других стран такой привилегии нет. Все иностранцы платят больше. Что касается образования, я встречался с официальными представителями Университета Аляски и также рекомендовал им обратить внимание на Дальний Восток для того, чтобы увеличить количество российских студентов, которые могли бы быть заинтересованы в учебе в системе Университета Аляски, в тех случаях, когда они могут получить стипендию от штата Аляска. Дальневосточники и аляскинцы очень похожи, говорит генконсул. Такие же открытые, дружелюбные, твердые характером, готовые прийти на помощь и противостоять любым обстоятельствам. Эти качества характера считает Кейс у населения двух разных национальностей и континентов, обусловлены жизнью на рубежах. Кроме того, на Аляске сохранилось множество напоминаний о русских традициях. Например, в музее Анкориджа выставлены российские библии и календари. Реанимировать отношения России и Америки не только можно, но и нужно, говорит господин Кейс. Сегодня контакты двух стран достигли дна, считает генконсул, от которого всегда можно оттолкнуться и начать двигаться навстречу друг другу. Светлана Садова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.